Всем привет, я тут в солнечной таранопроводе. Я знала, что фиолетовый не звездит зеленым. Не было времени, я вот так вот на этих двух неделях забеганная просто. Ой, боже мой, курточки, боже мой. Смотрите, прихожу дорогу, иду по теневой стороне, опаздываю. София меня ждет. Сейчас расскажу. Я говорю, я сидела, ждала, что ты мне позвонишь. У меня утром полы и все остальное, если я знаю, что я потом по делам. Ну, здесь пойду сейчас парком. Я, кстати, когда возвращаюсь, здесь видно, люди сидят. Что они тут сидят, откуда они пришли, чтобы здесь сесть. Без понятия. О, бля, без велика вообще жесть. У Сафии, велосипед. Сейчас уже сяду, все расскажу. Всех с выходными, пусть в каждый дом принесет. Это прекрасная страна, как Италия, солнечное солнышко. Доброту, мир. Пусть вселенная исполнит желание каждого человека. Короче, выбежала. Быстро, туда-сюда, обратно. Тебе мне приятно. Туфли у меня подходят под сумку, поэтому тоже не пишите. Точно так же, как говорили по предыдущим видео, что типа в этом возрасте, у меня нет возраста. Надо носить бриллианты, золото, серебро. За эту сумму можно купить. Какая разница, что за нее... Каждому же свое. У меня... Мамзель, тебе привет. Мелитополь. Свекровь моя любимая. До сих пор с ней хорошие отношения. Поддержим, переписываемся, зажганиваемся. Вот. Так она тоже... У нее куча золота, бриллиантов. Но ей тоже нравится бижутерия. Она мне, кстати, попросила. Говорит, мне так понравилось колье, как у тебя филитовая, только зеленая. Сейчас зайду, куплю. Вон, люди опять пошли. Гляд, откуда они там идут, я не могу понять. Зачем они туда залезли? Сейчас зайду, возьму мамзелью своему. Потом уже посмотрю, как все наладится, дай бог. Чтобы побыстрее все наладилось. Будет возможность поставить посылку. Я поставлю как раз посылку. Потому как... Как ты еще передашь? И она говорит, у меня тоже куча всего этого. Говорит, мне тоже бижутерия нравится. Говорю, мамзель, я тебе куплю. Зелененькую она хотела. Понравился этот магазин. Поэтому я тоже как-то не заморачиваюсь. Красивая бижутерия, все блестит. Мне так нравится, я к ворона. Летний вариант. Девочки. Надо жить так, как хочется вам. А не так, чтобы понравиться кому-то. За то, что у тебя какое-то колье, какое-то ожерелье. Девочка на велике едет. Я так много находила за эти две недели. У меня такая крепатура началась на ногах. Мужичка в этом магазине, где я была. Велики. Я думала дорогие, но, в принципе, потом зашла в характеристики, читала. Да, и ноги тяжелые такие. Прям идут, прям тяжелые ноги. Нет легкости в походке. Видите, цветет и здесь цветет. Но у меня там деревья. Видите, уже цветет этот цветок. А у меня будет цвести в этом году или нет. В том году цвел. Читала характеристики на Амазоне этих самых великов. Те велики, которые, конечно, круто нравятся. Они дорогие. Смысла. Ну вот, если размышлять по поводу ожерелья, я бы себе взяла крутой велик, потому что он тебе принесет больше удовольствия, чем цепочка с бриллиантом. То есть велик, он, похоже, неодушевленный предмет, но тем временем ты на него садишься и едешь. Ну, круто. Чем одел сережку, что она там висит, блин. Я думала, что Софим меня дождется. Вау. Боже мой, у нас вчера дождь. Был. Так интересно, знаете, что попало. Я такая думаю, я же сказала сама себе, дождь пойдет, будешь гладить. Нифига. Пошел 10 минут. У меня видно липа цветет за окном все-таки. Позбивал цветение липы этой. Еще какое-то дерево, не знаю, что там за цветок. Позбивал все на нижние листья. От того, что дождь быстро закончился, у меня эти листья теперь прямо перед окном на листьях лежат. То есть вот эти вот цветения на листьях, на ветках, прямо около окна. Ветер дует, и это все пыльца вся в дом. Смотрела на инстаграме, в тик-токе, там у девочек с Италии. Гром, молния. Какая коляска интересная. Гром, молния, прям вообще. Хорошо пропала, спала, город. Во многих регионах. У нас нафига, нифига. Видите, корзина такая, он уже по 35 евро стоит. Я говорю, так мне надо, чтобы закрывался. Она говорит, закрывался, говорит, там с 90, но уже с креплением. Когда девочки были маленькие, я где-то здесь покупала велик свой. И там же покупала кузов, чтобы возить сначала Софии, потом Сашу, там вот эти вот сидушки я покупала. Но не помню, где надо здесь по улочкам походить, посмотреть велик. Там из девочек кто-то написал, велосипед надо, чтобы была рама для женщин, для девки. Я понимаю, что я туплю местами, даже часто. Не до такой степени я шема, шема переводится как дурочка. Как я могу ей казаться. Малой мой остается дома без загона сейчас. Мам, у меня сущенчик подойдет. А с вами начнем. Сам, что настоятельно. Правда, лезет он, конечно, по характеру не как Шанель. Он очень энергичный, намного балованный. Все ему надо, все ему интересно. И двери он грызет. Бля, Шанель вообще не грызла ни провода, ни двери. Теперь в голове велосипед, на все велосипеды смотрю. Сумка постоянно раскрытая у меня. Ну, тоже велосипед. Естественно, велосипед надо так, чтобы не было рамы, чтобы ногу просунула. Так у меня и был такой. Вообще, конечно, там в этом. В приложении. Здесь я брала очки и платье, здесь я брала. Аж показываю. Что пишут, где ты брала? Вот это в магазине. Как же это предложение называется? Притон. Принтер. На букву P. Пинтерест. Пинтераст. Здрасте. Там, конечно, велики с розовыми колесами сверху, с фиолетовой сидушкой. Кто это делает? Или это старые переделывают сами люди? Что за марка искала вчера? Ну, конечно, он выглядит дорого-богато. Навряд ли я бы такой потянула. Вообще, мы договорились встретиться здесь с ней. Но ей надо было купить брюки. Ну, договорились встретиться здесь. Как раз мне здесь надо купить мамашки своей. Вот такую вот штуку. Знаете, у Марина, мне понравилось. Зелененькая. Видите, вот ей зелененькая. А, жарко. Так что-то я летела-летела. Прилетела еще раньше. Волос хочу завязать. Бля, как жарко. Потому что мне жарко. Девочка моя, мне нравится. Здоровайся совсем. Нет, мне настроение нет. Ты давай сегодня тебе настроение. Нет, я сейчас беру только своей мамашке. Зеленую, это. Чао, 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 чао. Это колонаверди, да, пожалуйста? Это колонаверди. Мам, смотри, тут. Мам, смотри. Здесь осталась только вот такая. Она чуть помелче. Окей. И чесон антикозили и арикини, веро? Они разные, они разные. Нет, они разные. Они одинаковые. Они не одинаковые. Посмотрите, где это. А что лицо, ну, ладно. Или квадраты. Ну, давай, покажите. Это касси квадраты, касси тоннгу. А, здесь же касси квадраты, касси тоннгу. Нет, они аргентные. Касси аргентные. Покажи, Соф. Смотрите, мамаша, смотрите, вот здесь еще вот такой вот браслет. Потом напишите мне. Можно купить. Пока я тебе возьму эту за сережки, мне потом напишут. Мама, у меня есть холи-холи-черки. Не из команды, касси? Неудобно у них. Холи-холи-черки, касси, мама. Слушай, а что ты у меня спрашиваешь? Ты сама должна выбирать. Когда вы хотите позиции, то есть она появится. Так, или этого больше нет. Не знаю. Остальные все, покажи твои такие. Как вот эти, да? Просто тебе надо помелочить. Это я в брус. Ты мне дала сумку, она с меня спадает. Касси, дай мне, мальчик. Слушай, так не выберешь, верно? На витрине не смотрела? Да, потому что плёс, я не знаю, я не знаю, но не знаю. Окей. Класси, мальчик, они красивые? Блю красивые, тебе же с ним более нравится блю. Я просто не люблю такие цвета. Мне вот такие, но нравится. Ты сказала, тебе с этими удобнее. И мне комодо. А что там на витрине? Подожди, я спрятала, я видел, как за че слова витрина. Подожди, посмотришь, вот эти классные кеды, конечно, зеленые. Конечно. Так, давай посмотрим. А вот они, верды, София. Сола витрина верды. Как твои вот эти черки, только зеленые. Я не знаю, мне вообще такие цвета не нравятся. Я зеленый, там, не знаю. Вот, смотри, есть. Вот тебе нравится зеленый, мне не нравится. Ни зеленый, ни синий, мне нравится филитовый розовый, точка. Ты не опаздываешь? Давай, сейчас посмотрим, я сейчас подойду, что нам скажут. О, такое все красивое. Как можно сказать, что бижутерия некрасивая? Сейчас у меня какие-то розы. Покажи, пусть покажет. Не, что эти розы в этой черке. Да, красиво на ушах, смотри. Белый или нет? Смотри. Белый или нет? Ну, мне нравится такой цвет. А синий, покажи, может, синий. А синий, может, синий. Ну, блядь, синий твой. А куда ты, пойдешь? Буквально. Синий. Я заплачу, я буду заплачу за это и за это. Не, кусту, но нет, рембуст. С самого утра народу, конечно, уже столько, что тут в обед будет вообще, я представляю. Это вот меню. На паузу нажмете, если что. Чтоб по ценам сориентировались. Так, ну ладно, что, я пошла по своим делам и переделали этот бар. Здесь раньше была стойка, продавали конфеты. Сейчас сделали ресторан. А я смотрю, думаю, что это, да, 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 сальса. Помните, здесь торты были, вот это вот все. А теперь сделали все тут вместе и запусочную. Переделали. Или новый припретарий, или вообще, ого, какая сумища. Крутая сумка, да? Так, мне сейчас надо по делам, по своим, потом я подойду. Только что встретила мужчину, у которого я работала по контракту. Говорит, Марина, ты такая красивая. Я говорю, спасибо. Он меня привык видеть, что я все время в штанах спортивных, в футболке вечно зачуханная, на черта не успевала. Уже сыну его, старшему, 21 год. Я была, у них они такие малюсички были. Я у них очень много проработала, лет 6, наверное, 7. Только один раз у меня с ним был конфликт, что это самое, деньги он мне, жена не оставила на тумбочке. И я говорю ему, слушай, говорю, не оставила деньги она мне. И он, ой, она деньги не оставила, мол, типа это туда-сюда, мол, что тебе спасет, 25 евро спасут тебе жизнь. Я говорю, да, я работаю, получила, заработала, купила детям еду, будто у меня в банке на счету деньги. Вот. И он там что-то кричал за спиной, у меня кричал, я не могу, когда кричат. Я перчатки сняла и ушла. Потом жена перезвонила, извинялась. Я говорю, так, извиняться не ты должна, он должен извиняться. Из-за того, что, типа, хотел, чтобы она со своего кармана заплатила, она больше его зарабатывала. Она сама адвокат. Вот. И говорю, как твои сыновья. Он говорит, учится, научится, а мало. Ну, типа, в университетах, но смысла нет, все пошли на работу. Это и один работает, и второй. Что такое учиться мало, я не поняла. Какая красивая девочка. Можей опять беременна. Эти дети. Когда я говорю, лучше один ребенок, я не имею в виду себя. Я не посылаю вселенную, как у меня написали в комментариях. Я говорю, что вообще, сейчас еще такое время, вообще семьи, молодые пары. Я не имею в виду себя. Я, в данный момент, имея там трех дочерей. Все прутся на красный, все переться на красный. Саша вчера не приезжала. У нас вчера же, говорю, дождь, а там тоже грозает дождь. И она говорит, мама, мне надо отоспаться. Потому что она работает утром до обеда, и потом вечером она в две смены работает. У нее неплохая зарплата. Ну, как бы, хорошая для ее возраста, тем более. На неделе к ней уже поеду. Пять человек их живет. Сняли они. Пять человек. Квартиру. Все молодые ребята, которые работают на сезон. Молодцы, девчонки. Пусть работают. Я там читала, что в комментариях было. А что нельзя детей выучить. Что вы будете делать без нас, которые не выучены? Что вы без нас будете делать? Кто вас будет, ну дай бог, в госпитале подмывать? Или за вашими мамами ухаживать? Или с детьми сидеть, как бебиситеры? Такое, как напишите, боже мой. Воровать стыдно. А работать все. Сработает. Девочки, как все учились, кто бы улицы подметал. И то не факт связан с образованиями. Ну все, толк. Пусть учатся люди, которые умные. Не у которых есть деньги. А которые умные и действительно могут принести пользу. В медицине, там, я не знаю, в педагоге. А из-за того, что есть деньги, куда-то всунуть и говорить, ой, она учится. Так умные, что толку? Ну, учится. А работать она не хочет по специальности. И такое же есть. Так, ладно. Смотрите, мы ходили с вами вот сюда, вот в коммуну, делали с Сашей документы. Ну, ходишь и фискали. Ну, и картон, где-то там, где написано, где ты, какой у тебя, какой рост это, да? Прикиньте, наверное, как мы делали, наверное, когда это, три года назад, три-четыре. До сих пор. Он с меня тогда взял, напомню, у меня последние деньги, блядь, были, зараза, взял с меня 25, по-моему, евро, сказал, что придет на дом, надо будет как-то подойти в этот самый и узнать. Все, собираемся. То есть бумажку нам дали, бумажку, а пластиковую карточку, ну, не пластиковую, а книжечную. А нет, он сказал, книжки уже не дают, дают только пластик. Так и не пришел ей. Она тогда бумажку типа, как-то спрашивать, будет. Я думала, этот месяц расслаблюсь, нифига. Видите, эти белые штучки везде понаставляли. Все будет красиво гореть. Посмотрите, девочки. Флаг Украины. Тремаетесь там, товарищи. А что делать остается? Что-то можете изменить. Есть возможность, конечно, выезжайте. У меня подружка в Испанию выехала. Надо будет ей, кстати, позвонить. Долго она думала, сидела, надеялась. И вот сколько уже, три месяца прошло. Она только-только с младшей дочкой выехала в Испанию. Говорит, я хочу жилье снять самостоятельно, жилье, пока живу в семье. Хотела спросить у нее, как она там, что она. Потому что она меня спрашивала за Пизу. Зеленый, куда ты прешь? Так как точно так же, как мы на красный прем. Хороший, я позагорала сейчас, как вы мне сказали. Чередую хоть один раз в очках, один нет. Наверное, сейчас под кожей, под глазами я бы горит, блин. Лучше бы я очки не снимала. Вот это, я не знаю. На море у меня сейчас возможности ходить некогда. Мне сейчас надо дела решать. Это важнее всего. Если бы еще, знаете, если была машина, я уверена, сел, поехал. Да, если деньги на бензин нет. Бензин подорожал. Вот. А так один автобус меняет. Другого, пока доедешь, блин. Пока сядешь, пока съешь бутерброд, уже домой собираться надо. Тем более, я одна из тех, которые не купаются. Не, на Молдивах бы я бы купалась. Я там, кстати, была. Вот. А, в Марину Дипизу? Не знаю. Лежу там одна и что? Не хочу. Круто жить в центре. Меня бы не напрягала ни музыка, ничего бы. Зашла в кабинку. Развернулась. Не там, где дверь, а с другой стороны. Закончилась солярий. И я, короче, ломлюсь. У меня сразу подключается этот, как его? Паника, закрытое пространство. Я думаю, все, сейчас я тут умру. Язык начинает немей. Думаю, господи, Марина, соберись, подожди. Там же темно, не видно, что и как. Потом сориентировалась, где дверь, чтобы открыть и выйти. Потому что я стоячий на кабинке за гором. Видите, пустой. Вот посмотрите, вот вам, пожалуйста, бар просто пустой. Вечером, да, вот заполняется вечером молодежью. С деньгами, скажем так. Потому что там, где без денег, мы с вами ходили там, где за 50 копеек вам нальют вино белое. Ну, понятное дело, там молодежь, да, такая. А здесь это вот, получается, такие ходовые кафешки. Там тоже, смотрите, вот пустой. Это я к тому, что я, ну, когда говоришь, ну, классно, знаете. Это же не то, что я сейчас начала этот бар нахваливать. Я его всегда нахваливала, сколько видео снимаю. Видите? Я не хотела, не могу сориентироваться, а где-то здесь велосипеды мужик продавал поношенный. Я софия говорит, так, а что ты напрягаешься, купи себе за 40 евро велосипед. Я говорю, так, давай я тебе за 40 евро куплю, а себе этот заберу. Да, девчонки, здесь переделали. Вход другой сделали, здесь раньше стояли. Стояла витрина, зал дополнительный второй сделали. Ну, пожалуйста. Невы, сколько здесь людей. Сейчас в обед сюда набежит. Красотка моя ходит. Потом все расскажу, хвастаться пока нечем. Входит деловая моя курочка. Жалитария здесь есть, видите, телек стоит. Это я вот здесь. О, черешня. Сколько стоит? Полтора евро килограмма. Допу, пассу. Допу. Браво. Куплю детям черешни. Я говорю, София, тебе так лицо немножко расхуднула. Раз за эти дни. Говорю, молодец. Сейчас сяду, все расскажу. Подождите. Вот здесь где-то когда-то дети были маленькие. Из каких-то улочек я заехала. Купила велосипед тоже. Там где-то вот я заплатила 40. Плюс сидушка. Для меня дорого было тогда, потому что дети маленькие больше нуждались. Вообще девочки молоденькие. Кто смотрит, если на меня смотрят такие. Бляй, хомуха, наслаждайтесь своей молодостью. Прямо с жадностью. Относитесь к своей молодости. К своим мечтам. Реализуйте себя. Потому что время так быстро летит. Вот буквально я вчера еще бегала с ними по делам. И сегодня уже они взрослые малышки. Уже девушки, женщины. Поэтому наслаждайтесь. Прямо с жадностью относитесь к своей красоте. Мечтам. Господи, женщина, что не видите, я важные вещи говорю. Где-то вот здесь, по-моему. Может быть, вот там. Не могу сориентироваться. Обязательно любите свою молодость. Девочки, не знаю, где. Нет, здесь все магазины. Это что, новый открылся? Или я просто никогда не замечала? По-моему, где-то здесь нет. Надо мне на телефон еще 5 рублей положить. Надо что-то делать с этими телефонами. Что-то я не могу понять. Что-то я платила 20 евро за телефон. Теперь уже 22 евро за телефон. Говорят, не могу понять. Сейчас зайду сюда заплату. Не спрошу за велики. Может, да не знаю. Это вот наш кинотеатр. Не знаю, если он работает, но есть афиша. Спросила у женщины. Она говорит, вот за зелеными вот этими штуками. Говорит, направо повернешься. Там, по идее, где-то. А я же говорю, я помню, что где-то здесь. Здесь есть свой брала. Мне его украли. Три велосипеда у меня. Три пацегара отечественных. Один Софиин вообще новый. Там есть видео, как мы купили. Я ей купила. Сказали, что мы купили на день рождения. 135 заплатила в Каррифур. Ну, кто украл? Кто знал, что в контине стоит в подвальном помещении? Вот и украл. Так, куда она сказала свернуть? Откуда она сказала здесь свернуть? В любом случае, три улицы найду. И она не здесь. О, как хорошо. Морские гормоны, да. Такая громкая женщина. Знаете, я в Пизде уже сколько лет. И вообще, здесь-то в центре, да. А есть улица, где я вообще ни разу не была. Вот он. Сказал здесь, говорит, чуть-чуть вперед пройди. Говорит, у него старые велосипеды, а он продает старые. Но нет той модели, которая мне бы подошла там, как мужские, детские. Ага, вот здесь. Просто сейчас она закроется. Ага, вот здесь. Видите, она такая себе. Вау. Они все с рамами. Мужские. Бонжорно. Сэнти 95. Вот этот вот с рамой. Был 390, сейчас 360. Обалденно, красивый. Ну, такой маленький какой-то. Нету ничего у него. Спросила. А зашла в магазин, там тоже, тоже. Три 600. Она говорит, если они только в Карифуре. Ну, в Карифуре, как вот я, Софии брала. Или вот я снимала видео. А такие великие, не, не. Надо свою мечту осуществить. Ничего, похожу, калории пожигаю. Куплю себе тот, который я хочу. Что София делала? Говорит. Так, купи себе за 40 евро старые. Так, старые даже нет. Они все мужские. Старые. Знаете, сколько есть ворованных велосипедов, которые стоят? Вот тут, где я раньше ходила в парикмахерскую. И там вот велики. Они говорят, девчонки, что вот эти велики стоят уже по 10 лет. То есть студенты ими пользовались. Уехали из квартиры. И велики там просто стоят. Конечно, домой буду таскать велосипед. Интересно, что он мне там малой мой делает. Без понятия. По квартире. Так, ладно, я сейчас сяду. А, хорошенький. Хорошенький. Конечно, мой такое выдает. Такой девки шустрый по сравнению с Шаней. Это вообще. На спину не положишь. И так не возьмешь. И туда бежит. И двери грызет. Блять. Без загона так вот оставлять. Что он там? Ну, он спит, наверное, сейчас. Устанет же, что-то. Наиграется с кошаками. Так, живот втягиваем. Присаживаемся. Надо найти место какое-то. А вот свободное место. Здесь я сейчас сяду. Видите, столик добавили, потому что клиентов мало. Сяду так, чтобы было видно зал. И вам расскажу. Надеюсь, сколько. Хорошо, здесь не жарко. Прям отлично. Как они вчера работали, когда дождь был. Так. Сегодня, знаете, что буду? Я сегодня буду только один салат есть. Не хочу я ни рис, ни пасту. Ничего в себя пихать не хочу. Мне надо легкий живот. Ну, пивко это, естественно. Видите, здесь мне будет солнце прямо в спину. Но Стол подвинули. И подвинусь. Мне надо так, чтобы видеть зал. И я вам расскажу. Так, давайте сейчас. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...